Теперь меня зовут Ольга Журавлёва и у нас в гостях со своим особым мнением Николай Усков, главный редактор журнала Forbes. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. У нас прошли как традиционные уже, наверное, акции сразу в нескольких городах, что уже тоже становится традицией. В Кремле заявили, что акции Навального не являются угрозой Путину. Главное, чтобы обеспечивалась законность, безопасность и общественный порядок, подчеркнул Песков. Ну, а на самом деле, как вам кажется, акции массовые власти представляют какую-то опасность? Ну, они не такие уж массовые. Мы знаем, что по всей стране едва ли пять тысяч. В Москве, кажется, тысячи человек. То есть это не очень массовые акции. Более того, они явно слабее, чем предыдущие. Хотя разброс городов, около ста городов подтверждает, что Алексей Навальный сохраняет организационную структуру своего движения. И это, безусловно, демонстрирует значительные возможности для мобилизации, которые у него все еще есть. Никакой, конечно, угрозы Путину пять тысяч, шесть тысяч человек представлять не могут. И я думаю, что этим объясняется спокойствие Кремля. Потому что, несмотря на сохранение этой организационной структуры, очевидно, что какого-то нового букета лозунгов, идей Навальный пока предложить не может. Во всем случае, резонанс, который вызвал его расследование по поводу Дмитрия Медведева и связанных с ним бизнесменов, нынешняя акция, конечно, никак не превзошла. — Скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, вот сама идея бойкота выборов, она просто провальная, потому что масса не поддержит? — Ну вот представьте себе, да, хорошо, там несколько миллионов человек посмотрели что-то в Ютьюбе, но посмотреть могли бы без любопытства. Это не значит, что они будут так реагировать на выборы, как хочет того Алексей Навальный. Я не вижу смысла в бойкотировании выборов, честно говоря, потому что по всем вопросам общественного мнения, людей, которые поддерживают позицию Алексея Навального, уничтожено мало. Какого-либо влияния на результат этих выборов они оказать не могут, просто люди возьмут и самоустранятся. Хотя у них есть, в принципе, возможность проголосовать за одного или двух, трех ярких кандидатов, которые, в принципе, есть в бюллетене, почему бы нет? — Скажите, пожалуйста, а почему, как вам кажется, эти акции, совершенно малочисленные, малоинтересные и безопасные для власти, не разрешают во многих городах? — Ну, их не разрешают, но и как-то не особо разгоняли в этот раз. Очевидно, это связано с тем, что перед выборами не хочется идти на какое-то обострение отношений с оппозицией, в том числе на улицах, чтобы не давать ей каких-то политических дополнительных дивидендов. Ну, не согласовывают по старой привычке. — И задержали Навального тоже, видимо, по привычке. Ну, по старой привычке, конечно, его задержали, но, по-моему, сразу отпустили. — Ну, практически, да, без содержания подстражей, там, и без всяких традиционных... — Нет, власть сейчас, конечно, демонстрирует свою конструктивность. Не нужно, так сказать, верить, что так будет всегда, но, конечно, перед выборами власть не хочет никаких конфликтов и не хочет, чтобы в оппозиции было моральное право говорить, вот посмотрите, какие они ужасные. — А недопуск Навального на выборы дает какое-то моральное право оппозиции что-то говорить власти? — Ну, очевидно, что да, потому что я, честно говоря, никак не могу понять причин, почему Навальный не участвует в выборах. Ну, набрал бы он там свои несколько процентов, чтобы изменилось в стране, ничего бы не изменилось. Очевидно, что Владимир Путин срок будет номером первым, дальше будет идти, скорее всего, коммунист. — Ну, имеете в виду Грудинина? — Ну, например, да. И третьим, вероятнее всего, если это будет не Жириновский, то это будет, соответственно, вот кандидат либералов какой-нибудь, да, со своими семью процентами. — Ну, в данном случае это, скорее всего, Ксения Анатольевна, есть еще Борис Титов, Явлинский, я в его лекторальные перспективы не очень верю. Но, соответственно, скорее всего, это будет вот кто-то из либеральных. Ну, этим, так сказать, либеральным политиком мог бы быть и Ксений Навальный. Я, честно говоря, не вижу никакой угрозы в нем для Кремля, и мне кажется, в общем-то, такое его игнорирование, оно скорее работает на него, чем против него. — Скажите, о оценке предвыборного творчества штаба Ксении Собчак, ну, безо всякой иронии говорю, просто вот она очень активно сейчас вот работает перед выборами, ездит, везде бывает и так далее. И вот посещение Чечни с одиночным пикетом за правозащитника, а потом и визит в УВД к Навальному, почему-то тоже вызвало очень такую острую и разноплановую реакцию. Вы на чьей стороне, на тех, что она всех позорит и лжет, или тех, чем она действует в правильном русле? — Мне кажется, она действует, видимо, на правильном русле, поскольку она не скрывает, что она участвует, в общем, в псевдокомпании, и эта компания ей необходима для того, чтобы продвигать те ценности, в которые она верит, в которые, например, я тоже верю. И что она неоднократно повторяла, что если бы Алексей Навальный был допущен до выборов, она бы мгновенно отдала ему свои голоса и вышла бы из кампании. Что, конечно, возможно, и неправда, но, тем не менее, как политтехнологический ход, очень верно. И посещение, значит, темницы, ну, как оно свидетельствует о том, что она становится ярким, способным политиком. То, что она одновременно и смелый человек, да, безбашенный, я ее в этом качестве хорошо помню, потому что мы работали вместе довольно долго, человек, который склонен к апатажу, ничего не боится, готов на все. И, как мы видим в своей политической деятельности, она, в общем, готова, причем не первый уже год, говорить правду в том числе о чеченском лидере Рамзане Кадырове, что абсолютно небезопасно. Мы помним ее диалог с Путиным, неоднократный по этой теме. Это требует действительно значительной смелости, поэтому я бы не стал тут говорить, что все это как договорной матч, это смешно. В принципе, ситуация очень серьезная с этим деятелем Чеченского Грозницкого мемориала, поскольку, да, ведь что такое мемориал в Чечне? Да, это прежде всего вопрос депортации чеченского и ингушского народа в 44-м году. От 500 до 600 тысяч человек страдали, 100 тысяч погибли. Для чеченского народа это одна из самых мрачных, если не самая мрачная страница истории. Да, и человека, который так или иначе причастен к правде об этих страшных днях, да, по совершенно очевидно сфабрикованному обвинению задерживают, да, и будут держать в тюрьме бесконечно долго. И, в принципе, вопрос очень серьезный, и они очень понимают, честно говоря, как такое, в принципе, сегодня возможно в Чечне, но вот возможно, да, после этой депортации, после всех этих ужасов сталинского времени. Я прошу прощения, но ведь Кадыров делал очень резкие заявления по поводу Сталина и как раз по поводу депортации. И, тем не менее, да, мы видим преследование именно мемориала. Вы как-то это объясняете для себя? Я считаю, что любая правозащитная деятельность, мемориал, правозащитная организация неприятна руководству многих субъектов Российской Федерации и Федеральному Центру. Поэтому ярко выраженная позиция Ксении Собчак, в общем, мужественная поступка. Ну, и отсюда, естественно, логичный вопрос. Если вы принимаете участие в выборах, вы можете проголосовать за Ксению Собчак? Я вот так скажу. Ну, наверное, не совсем корректно говорить, за кого я буду голосовать, но мне ее позиция достаточно близка. Я, правда, еще... Давайте доживем до выборов, я не знаю. Понятно. Я просто к тому, что есть люди, которые говорят, что это стыдно. Все, что угодно, только не это. Ну, не знаю. Мне стыдно там, например, слушать опять в очередной раз этого товарища Грудинина, например, про то, что Ельцин-центр нужно отнять. И отдать детям. И отдать детям, да. Ну, зачем его отдавать детям, если у нас появился музей современной России? Давайте детям что-то еще построим. Дети, кстати, туда прекраснейшим образом ходят. И чего-то узнают про нашу историю, что, в общем, для них совершенно не бесполезно. Давайте дальше детей кормить сказками про бандитские девяностые, да. Это, конечно, гораздо лучше. Вот. Мне кажется, что нам нужен музей современной истории, да. Или Жириновский этот, восставший из ада. Ну, куда, собственно. На этом фоне Владимир Путин, Ксения Анатольевна Собчак, Борис Титов выглядят очень респектабельно. А почему Явлинский выглядит нереспектабельно? Ну, потому что, ну, слушайте, надоело. А Путин вам не надоело, вы хотите сказать? Явлинский гораздо дольше живет в этом политическом контексте, и все как-то вот никуда не доходит. Да, и хочется спросить его, а в чем причина, да, почему, да, вот каким образом вы так долго находитесь на политической арене России, и никакого результата обществу не дали. Хотя очень убедительно всех критикуете, да. Но общество не видит ваших результатов. И с какой стати вот вы учите? А результаты Титова вы считаете более достойными? Ну, Титов не скрывает, он мне недавно давал интервью, он не скрывает, что он пропагандирует свою программу, да, экономическую. Столыпинский клуб? Да, Столыпинского клуба, стратегию роста, да, я не хочу оценивать эту программу, не мое это дело, но я могу сказать, что, во всяком случае, это один из, там, вполне респектабельных вариантов экономической стратегии для России. И я его очень хорошо понимаю, я не думаю, что он наберет больше одного процента, но, тем не менее, он, возможно, достигнет какого-то пиар-эффекта для своей программы, для своих идей. Но, опять-таки, в отличие от его конкурентов из штаба Кудрина, да, он не обладает таким кадровым ресурсом, как команда Кудрина, да, которая, собственно, управляет этой страной много-много лет уже. — Интересно. — Но, тем не менее, борьба, борьба — это хорошо. — Сегодняшние программы «Особое мнение» с участием главного редактора журнала «Форбс» Николая Усков. И вот еще, Николай, мы несколько раз с вами уже упомянули, так или иначе, то заходы на фильмы Навального, то еще какие-то интернет-события, ну, уж не говоря про наш, собственно, нашу трансляцию на Ютьюбе. — Интересно исследование, которое вот было обнародно в ЦИОМовской по поводу отношения россиян к интернету. Во-первых, есть тенденции, кое-что изменилось за последние годы. Например, развитие интернета было полезно для общества в 2000 году, 64% отвечали «да», а в 2018-м — 46%. Оно как-то становится, интернет становится более вреден, судя по всему. Но при этом 58% поддержали создание независимого интернета в границах БРИКС. Как вы это объясняете? — Ну, у нас вообще довольно дремучее население. Во-вторых, давайте не забывать, мы же не знаем, какие вопросы задавали людям. Опросы — это очень хитрая штука, да? Может быть, их спрашивали, как вы относитесь к разгулу детской порнографии в интернете? Ну и так далее. — Ну, я надеюсь, что не так. Преимущество создания отдельного сегмента интернета странами БРИКС. — Я думаю, что, понимаете, здесь искусство задавания вопросов, оно очень сильно влияет на результаты ответов. То, что, конечно, есть объективный процесс, да, то есть, когда начинался интернет, массовый интернет в начале нулевых, общество к этому относилось крайне позитивно, потому что не было, очевидно, никаких негативных последствий. А постепенно, да, эти негативные последствия стали обществом тоже осознаваться. Прежде всего, конечно, киберпреступность и засилие всякой экстремистской сетевой деятельности и прочее. Это все, конечно, проблемы, там, последних, может быть, десяти лет. И мы понимаем, насколько мы сейчас зависим от интернета и как это, в общем, может сказаться, там, на нашем благосостоянии, например, да, на состоянии наших банковских счетов, на наших персональных данных. Я уж не знаю, нужны они кому-то или нет, и так далее, да, то есть, тут очень много разных вопросов на безопасности государства, на безопасности, там, наших детей, которым угрожают всевозможные, там, секты, самоубийцы или еще кого-то. У людей, конечно, более насторожное отношение к интернету, но я не очень понимаю, как можно организовать какой-то интернет для кого-то в мире, да. Все равно сегодня существует бесконечное количество сетей, мы так или иначе все связаны, и вместо того, чтобы работать с этими рисками, да, усовершенствовать борьбу с киберпреступностью, с экстремизмом в сети, мы начинаем продумывать какие-то способы уничтожить глобальное пространство, это невозможно уже. То есть, оно уже существует, оно уже является фактом. Более того, хочу сказать, что стремление мира к глобализации началось вообще не вчера, да, началось по меньшей мере с Александром Македонского, да. Кому, как не вам об этом знать. Это, так сказать, 4 века нашей эры. Соответственно, это первая попытка была объединить Восток и Запад. И с тех пор не было ни одной эпохи в истории человечества, когда эти попытки не предпринимались той или иной степенью настойчивости. Ну и попытки изолироваться от нехороших соседей тоже предпринимались. Да, и они оказывались всегда гиблыми. И мне кажется, сегодня, когда мир уже достиг абсолютного единения, фактически отсутствия каких-либо границ, потому что мы интеллектуально связаны сегодня, интеллектуально и как угодно финансово связаны, совершенно по-другому, чем еще там, я не знаю, наши родители. Как можно говорить о том, что, так сказать, в рамках какой-то организации стран, которых ничего не связывает, честно говоря, вот нас ничего не связывает, это просто статистическая категория, что такое БРИКС. Это статистическая категория. Есть страны третьего мира, да, у них бесконечно разная повестка дня, все равно, бесконечно разная. Это одно дело Африка, другое дело, там, я не знаю, Ближний Восток, третье, там, я не знаю, Юго-Восточная Азия. БРИКС, это, по-моему, Бразилия. Да, но что нас связывает, например, с Бразилией, вот вообще ничего, вот нас с Францией связывает что-то, да, там, какая-то культурная, там, какая-то культурная симпатия, да, большинство наших людей не представляет вообще, что такое Бразилия, вот, или ЮАР. Вижу ли Бразилию, да, старости моей. Ну, есть какие-то, по сравнению с Францией, да, даже Китаем, или мы там для китайцев, да, мы там Сталины, Мао, братья Навек, да, у нас совершенно другой контекст, или Америка для России. Вы сейчас на Дальний Восток посмотрите и поймете, что у них с Китаем совсем другие взаимоотношения. Нет, ну, понятно, да, но я просто говорю о том, что БРИКС — это статистическая категория, да, это некие экономики, которые искусственно выделены высоколобыми учеными, экономистами и политиками, просто для удобства. Вот есть там Семерка, есть страны БРИКС, которые вот наступают. А есть страны Персидского Востока. А есть страны Персидского Востока. Ну, это же, да, это как-то все такие искусственные категории, да, и думать о том, что мы каким-то образом с ними вдруг сольемся в экстазе, ну, по меньшей мере, наивно. — Я напомню, что в студии главный редактор журнала «Форбс» Николай Усков вас тут уже упрекнули. Алексей Завантеевский считает, что вы ошибаетесь. На Тверскую вышли уж точно больше трех тысяч. Он лично присутствовал с 14 часов 15 минут до 16 часов 10 минут. — Я тоже присутствовал, да. — А вы, кстати говоря, зачем присутствовали? — Я ехал на спорт, честно. Я ехал на спорт, обнаружил огромное количество Росгвардии. Мне кажется, ее было больше, честно говоря, чем протестующие. — Многие специалисты как раз по таким мероприятиям говорили, что вот как раз не так и много было силовиков, как обычно. — Ну, не знаю, вот вся Малая Дмитровка, к которой я до этого ехал, она была вся обставлена военной техникой, автобусами и так далее. И там была масса людей. Я не знаю, не берусь считать ее, вообще, честно говоря, мне кажется, довольно абсурдным, да, но, ну, хорошо, было бы нам не тысячи, а две тысячи. — Хорошо, сойдемся на двух с половиной, и на этом сердце успокоится. Есть еще интересная история, хотя, может быть, и не такая свежая, но она все еще болит, что называется. Владимир Мединский провел нравственную границу между критическим анализом истории и глумлением над ней. А что вас больше удивило, то, что фильм сильно не понравился Общественному совету по культуре, а, соответственно, и Министерству культуры «Смерть Сталина», или то, что кинотеатр «Пионер» почему-то его показал и без прокатного удостоверения? — Ну, вы знаете, меня, в общем, честно, настолько уже заколебали все эти истории про нашу историю, да, что я уже... — Вам, как историку, это особенно хорошо. — Фильм поганый, он мне, что-то, то есть я его посмотрел абсолютно ни уму, ни в сердцу. Никакого углубления я там не вижу. Ну, вообще, тиранами полезно поглумиться, конечно, вот, поэтому я это не считаю углумлением, да, потому что люди, которые видели веревки из народа, да, уничтожали людей миллионами, в общем, ничего хорошего не достойны. И то, что над ними издеваются, ну, в общем, это меньшее, что мы можем для них сделать. — Но он вам не показался ни тонким, ни умным, как многим другим зрителям? — Я не видел ничего. Ну, абсолютно, и я бы его никогда не посмотрел, честно говоря. То есть я бы на первых же кадрах его выключил. Но я совершенно категорически против запрета каких-либо фильмов, и тем более по таким странным поводам, да, с важностью раздувать щеки, что там мы глумимся над убийцами, да, ну, и что, почему-то не поглумиться над убийцами. А Чарли Чаплин глумился над Гитлером. Что теперь Чарли Чаплина запрещать? Потому что он глумился над Гитлером. Ну, где логика, да? Почему нельзя глумиться над... Можно глумиться над Гитлером, нельзя глумиться над Сталином. Можно, мне кажется, совершенно спокойно. — Вы сейчас приравняли одного к другому. — Ну, они оба не симпатичные. — И над вами тут же засияла тоже какая-нибудь статья. — Ну, они же не симпатичные люди. — Правильно. — Несимпатичные люди. — С этим трудно не согласиться. Но некоторым они симпатичны. — Мне не симпатичны. Они оба не симпатичны. Мне еще очень много других людей не симпатичны. Мне не симпатичны император Диоклитя. Давайте я тоже к императору Диоклитиаду, � theoretical христиану, травил львами. Очень не симпатичен. — Да. — Допустим. — Может, капуста у него хорошая, кстати, была. — Ну, капуста, может, и хорошая, да. — Так и со Сталином такая же история. Травил львами, с одной стороны, а с другой стороны капусту выращивал. Все равно неприятный человек. Приятный человек, над ним можно глумиться. Чего сейчас защищать его? Я, конечно, не понимаю. Зачем это нужно министру культуры? Тоже мне непонятно. Потому что зачем это нужно коммунистам? Непонятно, да. Это их территория. Им нужно сейчас перед выборами какой-то... Может быть, это подарок предвыборный, кстати, коммунистам, чтобы так немножко подхлестуть их вялую агитационную кампанию. Не исключено, что... Ну, кстати говоря... Все просто для того, чтобы движуха была. Ах, вот как. А вы, кстати говоря, считаете, что власть, обобщенно скажем, заинтересована все-таки в движухе или, что называется, в сушке явки? Ну, так явка это движуха. Будет движуха, будет явка. Плюс коммунист все-таки респектабельная партия, которая нужна в парламенте. В том числе она нужна Кремлю для того, чтобы имитировать процесс демократии. Соответственно, надо, чтобы коммунисты получили какое-то количество голосов, чтобы они оправдали ожидания своих, я не знаю, спонсоров и прочее. Чтобы, так сказать, все было хорошо, чики-пуки, и чтобы все работало, как было. А для этого, конечно, нужно, чтобы у коммунистов тоже получилось. А то вот там сейчас у Грудинина нашли какие-то миллиарды. Вы уже поняли, что там что-то не очень все с этими миллиардами. Как-то недостаточно миллиардные они. Да, ложки потом нашлись, а осадочек остался. Это же пиар-поле. Соответственно, на этом пиар-поле должны появляться все время какие-то... Это как вот история с яхтой принцессы Ольга и Корги Шувалова. Только появилась информация про принцессу Ольгу, и тут же нам рассказывают про Корги Шувалова. Сбалансировали информационное пространство. А потом и сама княгиня, видимо, она все-таки княгиня была, да? А потом сама княгиня куда-то исчезает. А скажите, пожалуйста, ну если так вот для приличия и респектабельности, ваше любимое слово, на выборах нужны и коммунисты, значит, там нужны и Жириновский, ему тоже надо как-то помочь, бросить ему мячик какой-то, или он сам подбрасывает носом мячик. Не, ну что-то подбрасывает, ну, в общем, пока... А Собчак нужно помогать? Ну, ей помогают, это же видно, да. То есть она на всех федеральных каналах. Ну, посмотрите, ее в 2012 году выгнали отовсюду, да, даже с жалкой премией Муз-ТВ ее выгнали. А сейчас она везде. Ну, так это, конечно, помощь. Это хорошо, я говорю, что это замечательно, да, что идеи, которые там симпатичны либеральной части общественности, что они имеют доступ к федеральным каналам. Очень здорово, на самом деле. Это правильно и хорошо, потому что другого, возможно, периода для их пропаганды у общественности не будет в будущие шесть лет. Мы должны быть к этому готовы, да, и мы должны быть готовы к тому, что, в принципе, речь идет не только о борьбе за умы людей, но в том числе о борьбе разных направлений в политической лите России, либералов и системных либералов, так называемых, и силовиков. Или, как я говорю обычно, тех, кто пользуется мейлом и тех, кто пользуется факсом. Мне кажется, это более точное описание расклада. Вот как интересно. Респектабельные джентльмены, одни пользуются мейлами, другие факсами. Вы можете пользоваться старой доброй смс, а также твиттером аккаунт вызван, а также чатом ютуба. Вторая часть вопроса, а почему пионер-то так ступил? Не знаю, кстати. Вот почему? Я все остальное, как бы, вот, я не знаю, там, курсанты сняли ролик, их тут же всех выгнать, это я понимаю, как бы, как действует эта ситуация. А когда в ответ начинают снимать все остальные студенты и курсанты, я не понимаю, откуда это делать. Когда говорят, что фильм про Сталина нельзя показывать сначала к годовщине Сталинградской битвы, а потом вообще никак нельзя показывать, я тоже понимаю, как бы, последовательность. Это знакомые все слова. А когда вдруг появляется, не знаю, Мамут лично или какие-то еще люди в пионере, которые говорят, да, пожалуйста, вот у нас показывают. Потом понятно, что к ним приходят менты, там начинается какая-то канитель, но сам, а что такие наглые эти, вдруг, Сталина? Откуда вообще что пошло? Ну, я не знаю, возможно, просто, знаете, что такое прокат? Если бы Мамут показал в своих сетях, он же у него крупнейшая сеть теперь, в киносети в стране, это была бы одна история. Показать в маленьком кинотеатре на сколько-то, 100 человек, это совсем другая история. Да, но билеты были бы сразу проданы там глубиной, я уж не знаю, куда там, на середину февраля уже пошли. Чем-то не знаю. Не знаю. Но все-таки храбрый какой, а? Храбрый пионер. Правильно. Пионер ведь. Это отлично Мамут говорит, да? Я у него спросил, не хотите ли вы вашу сеть назвать пионером? Ну, там же нет пока названия. Он сказал, нет, пионер может быть в единственном числе, потому что во множественном они идут в жопу. Браво, да. Это действительно так. Что с бюджетом? Так. Если Сталин смешон, то миллионы его жертв комичны. Разве нет? Нет, Таня. Жертвы, они никак не... Меня зовут Ольга Жукова. И есть еще одна интересная история. Мы так вот как-то пропустили про смелость пионера. Вы так в эфире на это не ответили. Но мне просто интересно. Вы видите вообще какие-то вот эти вот тенденции, когда некие события идут не так, как мы привыкли? Вот когда вроде бы запрещает Министерство культуры, все знают, что дальше будет, да? А потом вдруг кто-то идет против. В последнее время этих случаев больше, меньше? Или это как обычно? Ну, в принципе, наверное, да. Мы же видели реакцию на этих ульяновских курсантов, да? Когда, собственно, сначала последовала довольно жесткая реакция. Типа это оскорбление ветеранов. Еще какой-то абсолютный бред. А потом все как-то так вот это пошло на спад. Мне кажется, это особенность просто момента, политического момента. То есть какие-то вот мозоли, они на них, когда наступают, чисто рефлекторно люди матерятся, да? А им, так сказать, вместо того, чтобы вторить центральных каналов, ответом является молчание, да? И они не понимают, как себя дальше вести. Или, наоборот, даже говорят, а вот это что, мамут, ну покажи у себя. Ну, что такого-то? Пару раз. Пару раз. Какая разница? Ну, что там сто человек? Но вы считаете, что не может это быть инициативой с мест? Вот те же самые акции против каких-то местных активистов или там, я не знаю, там тех же курсантов и так далее могут быть инициативой с мест. А акция против этого, акция свободы, не может быть несанкционирована, вы считаете? Нет, просто это особенность политического момента, когда никакая инициатива общественности не получает поддержки центральной власти, да? И все в растерянности. И типа можно все. Как в России уже мгновенно, да, вот от несвободы переходят к полной свободе. Можно все, да? И все начинают делать все, что хотят. Я думаю, что, ну, как это ситуация, которая обусловлена прежде всего предвыборным годом, да? В этот год никто не хочет никакого конфликта, да? Никто не хочет усиливать ту или иную часть, а наоборот все используют эту ситуацию для максимального усиления тех кандидатов, которые представлены, да? Вот они у нас есть, вот их надо усиливать. Надо, так сказать, поносить Сталина. Не надо поносить Сталина. Надо внести Ленина, вынести Ленина. Произнать его трупом или экспонатом. Ну, в общем, это такая просто особенность этого времени, да? Я говорю, это может сохраниться в нашей жизни. Мы же ничего не знаем про то, как Путин видит за свой будущий срок. Может быть, он видит себя мудрым директором школы, который устал от нашкодившей шпаны. А может, он видит тебя, я не знаю, ястребом. Мы не знаем, да? Это его дело. Но это наша жизнь, да. Вот так устроена политическая система в сегодняшней России, что мы ничего с этим поделать не можем. И главное, большинство населения вполне все это устраивает. Так что очевидно, что мы сейчас никак не можем предсказать, что будет потом. Но сейчас, да, сейчас можно вот кайфовать. Потому что есть возможность, в принципе, похулиганить. А чтобы потом кайфовать, не знает никто, что нужно делать. Я думаю, что надо оставаться самим собой и кайфовать. Хотя бы про себя, если нельзя кайфовать. Не всем, боюсь, удастся. Вот интересуются наши слушатели. На сайте задавал вопрос, повлияют ли предполагаемые американские санкции против чиновников и бизнесменов близких Путина на политику Кремля. Многие говорили, вы, наверное, с всякими видными бизнесменами это просто общаетесь по долгу службы. Многие высказывали такие аналитики предположения, что вообще сейчас очень нервно в связи с этими санкциями. Потому что как-то вот кто-то говорит, что ВПК не будем поддерживать, там свернем все проекты. Кто-то еще чего-то. Кто-то пытается сделать вид, что он совсем не близкий к Путину. Кстати, вот тут я подумала насчет всяких храбрых выступлений разных структур. Это тоже интересно. Скажите, пожалуйста, ну правда, это влияет на политику Кремля или это влияет только на нервную систему некоторых людей? Ну, бизнесмен это обеспокоенный. И глава ВТБ Костин, кстати, в Довосье очень справедливо заметил. Ну, в российской экономике невозможно заниматься крупным бизнесом, не имея отношений с Путиным. Хорошо ли это? Хорошо ли это? Плохо. Это данность. И, между прочим, крупным бизнесом трудно заниматься в любой стране, если у тебя плохие отношения с властью. Это может быть там чуть-чуть более диверсифицированная система власти. То есть там есть депутаты, губернаторы, там есть президент, там есть министры, там есть разные, но есть что-то, что меняется, а что-то, что не меняется. То есть одна и та же партия может управлять каким-нибудь штатом на протяжении длительного времени. Могут меняться там губернаторы, состав парламента, но тем не менее это будет партия, у нее есть определенный интерес. Поэтому там сложнее просто сама по себе эта игра, но она тоже, в общем, так или иначе связана с властью. И, конечно, нервничает наш крупный бизнес. Очень разумно, что он нервничает. И я думаю, честно, я очень негативно отношусь к составлению подобных списков, потому что это может привести к дальнейшей изоляции. Самой изоляции, в том числе России. Изоляции ее внешней, но и внутренней изоляции. Какие решения будут приняты под влиянием эмоций здесь, даже трудно себе представить. Они могут быть тоже достаточно жесткими. Для страны и для мира это плохо, и то, и другое. То есть изоляция России это плохо, потому что Россия это ядерная держава, это 140 миллионов населения, это крупная экономика, это крупная культура, это часть Европы. Но и для России это будет очень плохо, потому что это оборвет наши связи с внешним миром. Поэтому мне кажется, что перед Белым домом, перед Конгрессом будет, в общем, довольно серьезный выбор. Хотят ли они дальнейшей эскалации отношений с Россией, или они все-таки будут использовать эти списки в качестве козырей, но не будут давать им ходу. Этот вот второй вариант, мне кажется, более разумным, чем пытаться ловить каких-то бизнесменов за связи с Путиным, потому что я с трудом представляю себе крупный бизнес в России, который нельзя было бы в этом обвинить, в той или иной степени в серьезности. — Ну а скажите, вы убеждены, что вот эта вот изоляция, которой вы опасаетесь, она как-то особенно отразится на основной массе населения? — Ну, понимаете, отразится. — Не в тех процентах, которые выездные. — Отразится, потому что это очередная потеря перспективы для страны. Конечно, отразится. Это очередная потеря перспективы развития. То есть хотим ли мы, чтобы наша страна стала цивилизованной частью цивилизованного мира, или мы хотим, чтобы она коснела в бедности, чтобы еще новые и новые поколения лишились будущего, чтобы все жили в бедности, чтобы отдыхали снова только в Крыму и в Сочи, учились в ужасных школах, лечились в ужасных больницах, или мы все-таки хотим богатеть, путешествовать по миру, получать образование в разных странах, обустраивать нашу страну как-то совершенно по-другому, привносить сюда новые технологии, в том числе зарубежные, разоширять кругозор наших детей. Вот чего мы хотим? Это вопрос не было. — Чего мы хотим? Вопрос интересный, потому что одно дело, что хочет Николай Усков или Ольга Журавлева, а другое дело, что хочет из этих 140 миллионов 80%. Так ли они мечтают о том, как они поедут из Кременчуга учиться в Сорбонну? Я не знаю. — Ну, я думаю, если у них было бы ощущение, что они могут себе это позволить, поехали бы они в Сорбонну учиться. Прекраснейшим образом. Потому что у них пока возможности этой нет. И, конечно, если Россия будет коснеть в бедности, что такое отставание, это и есть бедность. То есть, если Россия будет оставаться бедной, неразвитой страной, не поедет никто из Кременчуга в Сорбонну. А так у него появился бы шанс. И поехал бы он точно, я уверен, учиться в Сорбонну. Я долго преподавал все-таки в университете. Почти, сколько там, я не знаю, 10 лет, наверное. Я могу сказать, что очень у нас нормальные студенты из разных, причем, городов. Очень у них все хорошо и с мотивацией, и с устремлениями, и с желаниями. Все они прекрасно понимают, что Московский университет, конечно, здорово. Но все-таки есть еще и другие университеты в мире, в которых они могут достичь каких-то новых, нового уровня знаний. Потом, возможно, вернуться в Россию, а возможно, и не вернуться. Но так устроен нормальный мир. Конечно, когда люди живут в полной нищете, у них нет никаких перспектив, у них ужасное здравоохранение, и ужасные школы, и один университет на всю страну, в котором можно учиться, или три. Ну, конечно, вот мы отстаем, да, вот мы будем этой несчастной, второразрядной страной. Так что это вопрос будущего, это вопрос перспектив. И он касается абсолютно всех, кто здесь живет, и богатых, и бедных. Но бедных в большей степени, потому что богатые как-нибудь выкрутятся. Если они не смогут там учить своих детей, ну, они придумают что-нибудь здесь. Может быть, мы на это и рассчитываем. Они сейчас все деньги, наконец, соберут, и здесь нам построят и школы, и здравоохранение, и все на свете. Они себе построят, уже построили. Может, и нам что-нибудь достанется. Не достанется. Не хватит просто ни у кого денег. Вы, кстати говоря, обратили внимание на такую чудную инициативу, которая произвучала от Московского департамента образования о том, что нужно перепрофилировать немножко учебники, переписать по английскому языку, по иностранному, убрать оттуда все эти глупости про Лондон, потому что наш школьник должен в основном уметь рассказывать про свою страну на иностранном языке. Ну, это же прекрасно. Какая-то меропрожденная дискуссия. Какая-то дискуссия, скажите мне, Николай, о чем дискуссия? Уберут. Ну и что думают? Не знаю. Мне кажется, что что-то обсуждать. А, думают, есть какие-то бредовые идеи. Ну, пусть они цикулируют. Они есть, но они есть именно в тех головах, которые принимают решения, и которые редактируют эти учебники. Они будут забыты очень быстро, все эти люди, которые принимают решения. Как были забыты такие же монстры, которые принимали решения в советское время. Мы до сих пор спорим, что с ними, с этими монстрами делать? Как про них кино снимать? Тем не менее, эти монстры ушли. Они лишились всех своих номенклатурных привилегий. И многие из них умерли в нищете или покончили с собой. Так что, я полагаю, тут, знаете, есть все равно там суд времени. Но создавать на месте одной неэффективной системы еще более неэффективную систему маразма и маркобесия, ну, она обречена в любом случае. Смешно. Сейчас совершенно другие дети, да, которые, конечно, там развиваются, у которых есть какие-то там устремления, которые не загублены мрачностью, там, я не знаю, российской глубинки, которые хотят чего-то. Прекрасно они могут и про Лондон рассказать, и про все, что угодно. Даже не бывает там. — Нам тут пишут совершенно справедливо, что Кременчук — это Украина. Да, вот если бы из Кременчуга человек хотел ехать поступать в МГУ, может быть, все было по-другому. Но теперь как раз Сорбона — это для них. — Ну, вы знаете как, это возможно так, да. Кременчук действительно Украина, что-то мы с вами. — Ну, это с вашей подачи. — Да, да, да. Подачи подавала Ольга Журавлева, принимал и отбивал Николай Усков, главный редактор журнала «Форбс». Всем спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok